Героиня сегодняшней истории вышла замуж за миллионера, уехала на 5 лет в Италию, купалась в Средиземном море, в роскоши, бриллиантах, но она не могла родить ребенка. Диагноз бесплодие звучал как приговор. И только после того, как она лишилась всего в одночасье, к ней вдруг пришло то, о чем она мечтала больше всего на свете. На самом деле, сколько ты прожила с Володей? Десять лет. Десять лет. На самом деле, эти десять лет, на мой взгляд, они были чудовищными. На твой взгляд, уроки жизни? Уроки жизни. Уроки жизни. Первая любовь. Сексуальное порабощение. Что-то преподал в любви, и ты в ней теперь много в искусстве любви. Понимаешь и знаешь. Могу обучать уже. Можешь обучать. При этом, при этом, при этом, при этом выкидыши, при этом диагнозы условия, и в целом здоровье подкосилось после этих десяти лет жизни. Знаешь, здоровье не подкосилось. У меня здоровье, дай бог, каждому. Здоровье у меня, ты знаешь, мне вообще, когда женщины на 10-15 лет моложе мне говорят, что у них там какие-то отливы, приливы, головная боль, что они не могут, что они могут. Я могу всегда все, у меня ничего не болит, у меня ничего не происходит, слава тебе Господу. Значит, у тебя, в принципе, он, твою систему. У меня было просто на почве очень многочисленных травм и выкидышей невозможность в тот период родить ребенка. Это единственный был и огромный для меня минус, потому что я настолько люблю детей, я настолько хотела ребенка. И я так много работала с детьми, и работаю. А как мама твоя хотела. И как мама моя хотела, изумительно. И как потом же у меня замечательный был муж, итальянец после Володи. Ведь Володя меня так преследовала, что мне пришлось уехать в Италию. То есть ты сбежала? Я сбежала, а человек этот меня очень любил. И он мне не предлагал вначале никакого мужа. То есть он тебя не отстал? Нет, он меня преследовал. Я уже не могла нигде скрываться. Он меня находил везде, у любой подруги, у мамы в Сочи. Я не знала, куда мне уже бежать. И в этот момент я приехала, у меня были гастроли. Тогда очень модно было выступать среди соотечественников. Дом дружбы был. Да, да, да. И вот мы ездили, наш десант, актеров, певцов известных, выступали для наших соотечественников за рубежом. И вот я была в Италии, и я познакомилась там с замечательными русскими людьми, которые сказали, мы хотим, чтобы вы к нам приехали с сольными концертами. И мне дали координаты одного мецената, замечательного итальянца, который здесь возглавлял очень крупную фирму. Очень интересный человек. Он профессор, он знал очень много языков. Старше тебя? Он старше меня на 14 лет. Я пришла просто к этому человеку, принесла свои видеокассеты. Да, это Марио Реали, это мой муж итальянский. Потрясающе. Очень солидный итальянец. И очень хорошо мы с ним жили. Да. Значит, ты его встречаешь, он в тебя влюбляет. Я не знала, я не знала, что он в меня влюбил. С у нас были чисто деловые отношения. Я принесла свои кассеты, он стал заниматься моими гастролями за рубежом. Он тогда спонсировал приезд театра Ласкала, приезды Повороте, его фирмы. И он сказал, я там сейчас сделаю ваши концерты, но среди русских. И вот мы с ним на этой почве очень подружились. Мы с ним там в театры ходили, он меня приглашал на прием. У нас такие были чисто братские и дружеские отношения. И вот тот, это же я была тогда, все, в Юрмалу улетала, еще я не ушла от мужа. А потом, когда я убежала от мужа, когда прошли эти все кошмарные моменты ухода, и я поняла, что я уже не вернусь никогда, муж мой стал меня преследовать. И я пришла к этому Марию и как на духу ему честно рассказала. Говорю, знаете, вот у меня такая история, я ушла от мужа, он меня преследует. А можно мне где-нибудь пожить в Италии, чтобы он меня не нашел хотя бы месяц, чтобы он от меня отстал? Он говорит, нет вопросов, живите на моей вилле, потому что я все равно работаю в Москве. Я буду иногда, может быть, на выходные приезжать, но там такая огромная вилла, что я вас не стесню. И вот я жила там месяц, два, три, а в совершенстве стала говорить по-итальянски. Он иногда приезжал на выходные, на субботу, воскресенье. Мы с ним завтракали, обедали, там было очень много прислуги. Я со всеми, конечно, ну-ну-ну, я всем помогала и в саду, и с матышкой, да, и там все делать. Со всеми подружилась, с его родственниками. И через какое-то время он прилетает и делает мне предложение. Я делаю круглые глаза. Но он так меня к этому подготовил своим отношением, своим интеллектом, своей ненавязчивостью, не тем, что приехал, ты у меня живешь, давай ко мне в койку. Нет. И вот через несколько месяцев, когда он мне сделал предложение, я на это ответила. Я пять лет прожила в Италии. Пять лет. И мы жили душа в душу. Это было, вот когда говорят, итальянские страсти. Здесь не было никаких итальянских страстей. Здесь было абсолютно мирное, абсолютно идеальное. Слушай, латвистские страсти оказались круче итальянских. Оказались там. И мы с ним путешествовали по всей Италии. Он меня ввел в мир знаменитых писателей, художников. Он был еще, к тому, что он был, он занимался газом и нефтью, у него много высших образований. Он еще руководил отделом культуры «Карьера де ла Сера», знаменитой итальянской газеты. Он очень известный поэт. Он сейчас уже не работает в той области, в которой он работал. Но он ездит по миру с лекциями мировой поэзии, со своими выступлениями. У него очень много книг выходит. Вот. И поэтому пять лет было просто безмятежной, роскошной жизни с музеями, с Флоренцией, с Ирином, в Италии. Ира, как можно было такое потерять? Опять. Потому что скелеты в шкафу. Я-то родить ему не могла. Сколько мы не лечились. Даже там? И там, и здесь. И все говорили, нет. Привет от Володи. Привет от Володи. Ну, значит, опять надо было мне дождаться ту дочку, которую мне послал Бог. Никто не знает, что было бы там. То есть он тебя, ну, грубо говоря, ты от него ушла, потому что ты не могла ему родить? Не поэтому. Это говорится, выражение, как я уже сказала. Видишь, вспомнила Италию, даже с акцентом стала говорить. Да, да, да. Как говорится, нет ничего хуже, чем скелеты в шкафу. Значит, когда я вышла замуж за своего итальянского мужа, до меня у него была женщина. Она не была его женой, но она должна была родить ему ребенка. Она была русской. И она свои цели... То есть она должна, она забеременела. Она забеременела. То ли она уже родила. Я хронологически... Не помнишь. Я не могу сопоставить. То ли только она родила, то ли она была на сносях. Дело в том, что он с ней жил какое-то время. Он не хотел на ней жениться, но он потрясающий отец. Но ребенка он против ребенка, не был против. Ребенка он дал ему свою фамилию. Да, я поняла. Он содержит всю жизнь его ребенка. Он там на этого ребенка, там все переписано, все сделано в лучшем виде. А эта женщина просто, она не скрывала. Она не хотела здесь жить. Она хотела уехать за границу. Она хотела родить ребенка от иностранца. И там были чисто такие рациональные отношения. Но он тебе об этом не сказал. Ни слова о том, что есть ребенок. Проходит время, проходит год, проходит два, проходит три. А я, у него родители, он старший в семье, очень давно умерли. На тот момент он был старшим братом. У него еще есть брат и есть сестра. Он им заменил отца, он их вырастил. Так как он самый состоятельный из этой семьи. У всех были виллы и дома, все были обеспечены. Я с ними безумно подружилась. И очень я подружилась с женой его брата, с Казеттой. И проходит несколько лет. Мы только приехали на Рождество. Мы всегда туда ездили на Рождество. Вернулись в Москву. И он мне говорит, ты знаешь, мне нужно улететь на два дня в Японию. Он летал по всему миру. И он никогда меня не обманывал. Мы все время были на связи. Я говорю, да, конечно. Он улетает. И через буквально несколько дней мне звонит сестра, жена его брата. И рядом стоит его сестра. И рядом стоит его брат. И они начинают, да, да, да. А я-то в совершенстве уже говорила по-итальянски. Они мне говорят, вы только что уехали, Марио привез какую-то женщину с ребенком на эту виллу, где мы с ним жили. И сказал, что это мой сын, они какое-то время здесь поживут. И я делаю вывод, что значит, у него есть вторая семья. И та женщина родила. И я просто отдаю его ребенку. Благородная я. Понимаешь? Не понимаю. Не понимаю. Если бороться за свою любовь надо... Я никогда не приветствовала фразу бороться за любовь, честно. А почему? Ну, я не считаю, что за любовь надо бороться. Ну, может быть, это какая-то, я не знаю, история какая-то. Ну, как? В общем, в случае, ну, ты хотя бы выяснила. Он ничего не говорит. Он молчит, как партизан. Он прилетает. Я говорю, что это такое? Ничего не знаю, никого нет. Я не знаю, первый раз слышу. Он потом мне объяснил, что он боялся меня потерять. Я говорю, это такие глупости. И он не начинает врать. И он не начинает врать. Он ничего о нем не рассказывает. Он скрывает этого ребенка. Понимаешь? Понимаю. Вот тут я тебя понимаю. Вот вранье, оно всегда говорите правду. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорите правду. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас скажу страшную правду. После рекламы. Она пролетит быстро. АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Зеркало для героя». Ирина Грибулина сегодня смотрит в зеркало. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, мы, итальянца... Я ухожу. Сама ушла. Потом мы пытались жить вместе. Он очень долго меня не оставлял. Я его любила. Он меня любил. Но уже ничего не получалось. Уже была между нами эта ложь. Понимаешь? И мы сходились, расходились. В итоге мы остались очень близкими друзьями. И в самые трудные моменты моей жизни... Если бы он тебе не врал. Вот то, что ты мне сказала. Если бы он мне не врал с первого момента, я бы никогда бы от него не ушла. Я приезжаю сюда. Здесь меня уже как забыли. Пять лет меня нет. Мне нужно начинать карьеру с нуля. И я начинаю эту карьеру с нуля. Я начинаю все снова. Начинаю, начинаю. В очередной раз. Начинаю в очередной раз. И очень интересная вещь со мной происходит. Я настолько хочу ребенка. И тут еще, понимаешь, у того замечательного Марио есть ребенок. А я не смогла родить. Тут все вместе. Что я еду в Израиль. Вымаливать ребенка на гроб Господень. Но надо, конечно, было видеть, как я там валялась неприлично. Там же очередь. Скорее, скорее. Я со своей, значит, толстой попой. Я падаю на эту плиту. И там очередь скорее, скорее. Я всем говорю, нет. Я лежу на ней. Я лежу пять минут, десять минут. Я плачу. За мной все начинают плакать. Все говорят, женщина, уже что вам? Женщина, вам плохо вам помочь, вам дать воды? Я лежу и плачу просто на этой плите. Я рыдаю. И я говорю так, что у меня просто открывается портал. Меня просто бьет током. Какой портал? Ну, к Богу. Он меня слышит в этот момент. Я начинаю просто... Мне трясет, меня бьет током. И я просто чувствую, что у меня будет этот ребенок. Я в итоге встаю. Я вот на этом экстазе божественном почему-то пошла на мужскую сторону на стену плача. Мало того, что православным вообще на стену плача нет. Так я еще к мужикам пошла на стену плача. Стоят эти хасиды в шляпках с пейсами. Стоят какие-то наши евреи. А там уже нет места ковырять записочки. Я эту записочку... А в записочке я написала. Вот как надо осторожно верующим людям... Потому что кто не верит... Желать чего-либо. Я написала. Боже, Господи, забери мне все материальное. Потому что все равно у меня уже были опять и концерты, и телевидение. И опять пошли деньги. Зачем мне они были? Я хотела ребенка. Я на него хотела тратить. И я написала в записке. Господи, забери у меня все материальное, но дай мне девочку. Я хотела взять девочку. Подари мне дочь. И я эту записку тупо, значит, пытаюсь, там уже место нет. И стоит какой-то наш еврей, начинает... Вот, вам здесь делать нечего, что вы сюда зашли, здесь мужская сторона. Что вы, типа, нашего Господа отвлекаете по пустякам. Я говорю, не по пустякам. Я дочку хочу, я вымаливаю ребенка, я не могу родить. Он говорит, хорошо, я тоже за вас помолюсь. И будет вам дочка. Вот я честно... Я возвращаюсь в Москву. Ровно через несколько дней. Вот про записочку. Звонок, здравствуйте, это телевидение. Мы знаем, что вы вернулись на родину, вы опять гастролируете. Мы хотим вот несколько ваших песен. У нас большая программа будет. Вы там тоже в ней будете участвовать. Приедет съемочная группа, подснять сюжет. После этого, в случае, ни одна съемочная группа, без того, чтобы я их не пробила по именам и фамилиям, ко мне домой не приезжает. Это никакая не съемочная группа, хотя они называли имена администраторов, редакторов этого канала, не будем говорить какого, которых я знала. Приезжают просто бандиты, которые дают мне... Я открыла в 9 утра, как грамотно, в 9 утра все на работе, дома кто? Пенсионеры и маленькие дети. Открываешь дверь. Страшный удар, я теряю сознание. И я очнулась связанная со скотчем на лице. Одна девка, здоровая, под 2 метра, такая, знаешь, как мужик. Вся в коже. Я запомнила эти сапоги, Янки Гоухом, знаешь, высокие американские сапоги, вот эти военные на шнуровке. Вся в коже. И два таких телка, пейте томатный сок, знаешь, качки-телки. Кстати, с розовыми щечками, знаешь. То ли они под наркотой были, я не могла понять. Совершенно сумасшедшие, расширенные глаза. И они меня как следует там поддали мне и по позвоночнику, и все. Короче, они... Все, что Володечка не вынес... Они донесли. Потому что после Володечки я у мамы из Сочи забрала наши старинные иконы. Она мне не отдавала, пока я была с Володечкой. Она говорит, мама его всегда не принимала. Она говорит, он страшный человек, он все равно у тебя все заберет. А у нас фамильные, мне осталось от моих прабабушек. И я у мамы забрала и фамильные иконы, и фамильные драгоценности, какие-то цепочки. Уже к тому времени, когда я за пять лет прожила с моим итальянским мужем, у меня было три огромных совершенно сундучка просто с бриллиантами, потому что он каждый месяц... Это мамочка моя красавица. Мамочка актриса. Мамочка потрясающая актриса, према театра опереты, которая ради меня ушла со сцены. Ей жизнь посвятила... Узнав, что ты у нас в Вундеркинг, именно мама прочувствовала и поняла, она ушла со сцены, занималась с тобой. Да, я благодаря ей состоялась я, а ты мою мамочку знала. И вот что я хочу тебе сказать про эту записочку, я все тупо повторяю. Короче говоря, тебя вынесли все. Короче говоря, у меня вынесли все, вынесли три сундучка с бриллиантами, потому что мой итальянский муж каждый месяц в надежде на то, что я забеременею, дарил мне какой-то вот такой камень, или сюда, что-то, или сюда. А я абсолютно никогда не любила эти погремушки, я вот бюджетерию больше... Не отвлекайся, Ерочка. И я эти все складывала в секретарь, тогда же в однокомнатных квартирах у всех были стенки, и вот это вот открывалось, оно было и бар, и там лежали жировки, как все говорят, квитанции на оплату бар. И там же стояли бутылочки, там же были драгоценности, там же было все, 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 что тебе нужно спрятать, а спрятать очень все. Открывается, вот оно, заходите, господа. И вот они все вынесли, и эта девка вот так содралась у меня скотчем, да где деньги? А у меня денег не было дома, было только вот много очень драгоценностей, на тот момент не было такого, чтобы я там хранила дома деньги. Я говорю, нет денег, где деньги? Нет. У меня было, они вынесли все, у меня на третьем пальчике, вот здесь огромный страшный шрам на всю жизнь, было кольцо от прабабушки к бабушке, от бабушки к маме, такая длинная маркиза с узумрудиками, с бриллиантиками. Оно было потертое, оно не имело никакой ценности материальной, оно имело для меня ценность фамильную. И она с меня стала сдирать это кольцо, я говорю, она содрала скотч для деньги, денег нет, она стала сдирать. Я говорю, не надо, оставьте мне это кольцо, потому что я тогда вы с ними, я же интеллигентная, но вы с ними. Оставьте мне, пожалуйста, это кольцо, потому что это от прабабушки, от бабушки. Она его содрала и потушила, она курила, очень много бычков по квартире, потушила сигарету, пока кость не задымилась. И сказала, вот будешь носить на всю жизнь, значит, вот это вот. И самое интересное, что она это все, значит, забирает, этот стоит один качок на выходе, а второй ходит, у меня фотографии там с правительством, с Кобзоном, там, с этими, с этими, с министрами, с замминистрами. А этот ходит, говорит, а ты что, их всех знаешь? Я говорю, да. Я еще беседовала. У меня в тот момент сработало, чтобы их не раздражать психологически, я была очень спокойная. Она мне говорила, сейчас пикнешь, вообще прибьем. Я говорю, не, не надо, ничего, я буду пикать. Забирайте мне, оно не так и нужно. Понимаешь? И она уходит с этим вторым туда, этому, пошли, а у меня, ты что, их все знаешь? Я говорю, да, знаю. Он мне вынимает 100 долларов из внутреннего кармана и говорит, на тебе на жизнь. Благородный. Если вы думаете, что это одна история с кражей в квартире у Ирины Грибурины, вы ошибаетесь. Мы вернемся к нашему разговору после рекламы. Это программа «Зеркало для героев». И сегодня в нашей студии замечательная, веселая, талантливая, красавица Ирина Грибурина. До рекламы ты рассказала еще одну историю совершенно жуткую из твоей жизни. После этой истории я и забеременела. Вот к разговору о записочке. К вопросу о жутких историях. Зачем? Заберите материальное, дайте мне дочку. Значит, забрали все материальное, вынесли все из квартиры. Все вообще, пик-доль. Последние голые стены. Да. Но вдруг ты понимаешь, что ты беременна? Нет, я же не могла забеременеть сразу. Знаешь, Грибурина, ты могла все, я понимаю. Вот уж у тебя жизнь. Никто не поверит, что это правда. Я не могла вот от кого? От этих, что ли? От бандитов? А теперь, пожалуйста, расскажите, от кого? Да, а его никто не знает. Он молодой, просто молодой, красивый парень. Чуть ли не в половину меня моложе. Вот буквально я пришла в себя. Через неделю я знакомлюсь у своих друзей с мальчиком, с молодым, красивым. Ну, тогда уже не мальчик был, совсем мальчик. Он был молодой, преуспевающий бизнесмен. Очень красивый, очень милый, молодой, накачанный, сильный. Конечно, от красивых молодых. Вот. И у нас был с ним очень красивый роман. А то там... Внешность не важная, Грибульна, важная. Слушай, ну я не говорила, что мне не важно. Я сказала, что я люблю глазами и головой, но не ушами. Все ясно, Грибульна. Понимаешь? И я начинаю встречаться с этим мальчиком, с этим молодым человеком. И ухаживал он безумно красиво. Ну, короче, все произошло, Грибульна. Все произошло. Он продолжал ухаживать. Я прекрасно понимаю, что родить я не могу. Проходит два месяца, три месяца, и все женщины... Да почему он исчез? Он вообще с ума сходит. А, то есть только все началось. Только все началось. А ты позволяешь себя любить? Конечно. Уже я влюбляюсь, уже пошел интим. А интим уже расширяет сферы сознания. Понимаешь? Я же знаю, у тебя красивая дочь. Вот. Дети такие только в любви. Вот. Дальше. Ухаживание, ухаживание, любовь, интим. Мы уже уезжаем куда-то вдвоем, снимаются люксы, покупаются какие-то необыкновенные вещи, заказываются вертолеты. Как я вас люблю. Посмотрите, какие картины снизу. Сколько у тебя историй красивых, Ира. А ты знаешь, если эти истории... Вообще надо писать книгу. Короче, я тебя отвлекла. Короче, я понимаю, что у меня месяц, два, три... Ничего не происходит. Ничего с точки зрения женщины. Да. Понимаю. Наших недомоганий нет. А меня что-то подташнивает. Ну, у меня не было никаких таких токсикозов. Ну, так, по утру чуть-чуть. Что-то такое. Я думаю, ну, наверное, у меня начинается климакс, подумала я. Да. И я иду к своему потрясающему доктору, 42 года, и говорю ей, Галина Филипповна, она потрясающая тетка, она завконсультация, она жена военная, она роды в степи принимала, ее обмануть не... Она на глаз определяет. Я ей говорю, Галина Филипповна, у меня нет времени, у меня начался климакс, дайте мне какие-нибудь таблеточки, я пойду. Она говорит, ну, сядьте хоть на кресло. Я говорю, у меня нет времени на кресло. Вы мне выпишите рецепт, потому что сейчас начнутся эти приливы и отливы, а у меня гастроли, я их не хочу. Выпишите мне какие-нибудь ременсы, шмеменсы. Она говорит, ну, сядь, я тебя посмотрю. Я сажусь в это кресло, она начинает, она такая крупная, она начинает, ха-ха-ха, вот так рыдать. Я думаю, у меня, наверное, опухоль, а что надо рыдать? Я, наверное, скоро умру, думаю я. И я лежу в раскорячку и говорю, что вы плачете, что у меня там опухоль, что я скоро умру? Она говорит, путь на тебя опухоль, у тебя эта опухоль скоро зашевелится, ты беременна. А где был красавец? Красавец все время за границей, то в Италии, то в Риге, то в Германии, то там. А ты ему сказала о том, что... Я ничего решила не говорить. Он тебе был не нужен. Он мне был не нужен. Он как бы как биологический отец выполнил свою миссию в моей жизни. Он сделал то, что никто не мог, это Господь послал через него мне такого ребенка, понимаешь? И он ничего не знал. В общем, парень оказался с термодонором у нас. Мне все говорят, да, а все говорят, как это тебе нужно было его хватать? А я вообще не понимаю, баб, которые у них еще только там зашевелился сперматозоид, они уже бегут хватать, понимаешь? Они еще не забеременели первый день, знаешь, как в анекдоте. Знаешь, это тоже одна из формулей. Почему вы тут уступите место? А вы беременна женщина, а почему же не видно? Она говорит, ну что, в первый день сразу должно быть видно, понимаешь? Поэтому... Значит, Ирина и Эммануил Викарганы. Вау! Слава Богу! Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои... Вы понимаете, что прервать нельзя? Привет! Привет! Привет, дорогая! Привет! Привет, дорогая! Привет! Привет! Светлочка, ты дружишь сколько лет с нашей... Сырочкиных, по-моему, 16... Не произноси число. Даже меньше. Ну ладно. 14 лет. Загадывай желания, Еммочка! Загадывай желания! 14 лет, по-моему. Мы с таких лет. Значит, смотрите, ребят, вы были в курсе, что парень не прибился, не очень-то и хотела, я поняла, Иришка, но оставила ребеночка. Я как раз с ней познакомилась... Отец ребеночка. Отец ребеночка. Я с ней познакомилась как раз, когда ребеночек только вот родился. Я пришла в эту квартиру, и у нее горящие глаза, мне нужна работа, Оксана, мне надо, я все сделаю для этого ребенка. И она прям вот-вот-вот, я все покажу. Так, а первой, кто видел эту квартиру, где только пустые стены были, была Ирочка. Я говорю, брать? Она говорит, брать. А деньги мне взаймы дал Ирочкин один очень хороший друг и знакомый, который стал нашим общим знакомым. А еще я должна вам сказать, что Ирочка Грибулина, когда вот эта пара образовывалась, Эммануил и Ирина, одна была из первых, кто поверил в эту любовь. Многие сомневались. И кто поддержал. И в общем, вас связывают на самом деле большие родственные уже связи. Да, да. Скажите мне, пожалуйста, про эту девушку-красавицу. Она вот настоящая? Вот она... Только она молчаливая очень. А так все хорошо. Эммочка, мы так называем твоего мужа в узком нашем кругу. Эммочка. Что самое главное вот в этой девочке нашей есть, за что мы ее любим? Самое главное, что она не сделает подлость. Вот это точно. АПЛОДИСМЕНТЫ И я очень рад, что вы пригласили на эту передачу Иришу. Спасибо, что вы пришли. Я благодарен. АПЛОДИСМЕНТЫ И я благодарен всем вам, присутствующим здесь. Я очень надеюсь, что вы понимаете абсолютно точно, насколько она искренна. Насколько она непосредственна. Иногда даже бывает глупенькой. Но это женское чутье нормальное. Абсолютно. Абсолютно нормальное. А вот скажите мне, пожалуйста, дорогой наш любимый и талантливый Эммануил. Почему вот это не оценили те мужчины, которые были рядом с ней? АПЛОДИСМЕНТЫ Они дураки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, это действительно так. Смотри, сколько мы с тобой вообще уже и поем теперь. Она помню народной артистки Зинаиды Кириенко, по-моему. АПЛОДИСМЕНТЫ А, да-да-да-да-да-да. Ириш, кто ее встречал из роддома? Вы знаете, что я до сих пор помню. Я до сих пор помню. Я правильно попала. Во-первых, это история, то, что Ирочка забеременела. Да, когда я была в роддоме, у меня же было кесарево раньше срока. Потому что я сказала, только чтобы она не родилась скорпионом. Я вас умоляю. Господи. Короче, вы знаете, ее... Гриболина меня прокесарили за два дня до скорпиона. Она тоже весы, как я. Я сказала, я никак не хочу. Я хочу, чтобы она была весы. И меня раньше прокесарили. И вот она лежит... И Ирка пришла смотреть, кювезочки в этой. Прозрачный такой. И она лежит с такими волосами. И она лежит, поверьте мне, я помню, вот так она лежала. Это ручка, длинные пальчики. И волосики такие. У нее она с волосами длинными родилась. Красивые волосы, длинные. Да. Как перышками такими. И она лежит с таким умным взглядом. Один день. Я нам всю жизнь запомнила, Лидочка наша. Наша Лидочка. Вы знаете, они все втроем так похожи. Они очень похожи. Трое из Ларкса. Вот здесь, смотри, вы все очень легкие и улыбчивые. Все втроем. Ну, до третьей мы еще сегодня доберемся. Теперь я тебе еще хочу сказать. Смотри, вот здесь мне 43 года. Кто скажет? Никто. А все говорят, что я пластику делаю. Какую пластику? Я детским кремом морду иногда побью и все этим заканчивается. Природа. Вот и мама. Посмотри, а маме 78 лет. Здесь меньше 70 с чем-то ей лет. Так, девочки, берем все на вооружение. Я так поняла, детский крем. Да. Да. Скажи мне, пожалуйста, Ир, а тебя встречал, мне это приснилось, или ты мне рассказывала Коля Еременко? Нет, Коля Еременко приехал ко мне домой. А, домой. А у вас был роман? У меня с Кольей Еременко двухлетний был безумно красивый роман. Ой, как жалко, что не состоялся. Ты знаешь, я тебе объясню, почему не состоялся. Потому что Коля был женат, и я очень дружила с его женой. Так, мы тогда не будем рассказывать про роман. Понимаю, поэтому... Не, ну, просто все об этом знают, и чем будут писать какие-то кривотолки. Вот, пожалуйста, видишь, это мы на гастролях. Вот, все говорят, вставила губы и вставила грудь. Вот сто лет назад все тоже вставлено. А то есть, Ир, ты просто не стала завершать эту историю? Нет, я не всегда согласна с тем, что нельзя входить в семью. Потому что Джинна Лабриджида когда-то сказала, это же все индивидуально, Ира права, все истории индивидуальные, нельзя под одну гребенку. Джинна Лабриджида когда-то сказала, что все женатые мужчины, которые ухаживали за мной, и которым я из моральных соображений отказала, все равно ушли от своих жен и женились на ужасных дурах. Понимаешь? Поэтому, смотри, у меня история была такая, что Вера потрясающая женщина. Она была его ангел-хранитель. Но Коля, когда собирался уходить ко мне, Вера знала, что мы на гастролях. Вера знала, что она всегда звонила, мы же приезжали вначале ко мне в Тушино после гастролей. И она мне звонила всегда и говорила, ну как вы приземлились, я вам ужин приготовила, приезжайте. Она делала вид, что ничего не происходит. И он потом в итоге ушел от Веры, и ушел непонятно к кому, он поэтому и умер. И это было все очень печально. Но я в тот момент не могла предать Веру, потому что она была потрясающая. Если бы какая-то другая тетка была, которая бы не очень даже и хорошо к нему, может, и относилась, было бы поводом. Вера была настолько хороша, что я не могла сделать ей больно. Хотя я понимала, что он уже созрел к уходу, там уже отношения как бы перешли из стадии мужа и жены. Давай посмотрим фрагмент вашего выступления. До звездной занавеской живет твоя душа, дрожит, как мотылек на ветру. Озерным робким всплеском тихонько, чуть дыша, судьбы твоей коснусь по утру. А в позабытых давних снах далеко, где-то там, все так же плачет сердце по ночам. Но тот, кто делал больно нам, но тот, кто делал больно нам, больнее ударялся сам. Вот эта песня. Коля же никогда не пел. Он единственную песню спел, сказал, что он спел ее только потому, что она такая. Они очень органично спели эту песню. Я помню, выступали в театре эстрады. И Коле вообще не надо петь, мне кажется. Ну, достаточно было выйти. Он такой потрясающий, ты такой типаж мужчины. И я тебе скажу, что когда я приехала с Настей, все, кто рожал, все знают, особенно когда это Кесарева, когда живот весь болит, когда здесь молоко, когда маленький ребенок, когда я одна, а Коля на следующий день приехал утром вот с таким медведем. Сел в моей этой новой квартире и просидел до вечера. И я при всей любви к нему уже у нас очень же давно не было отношений. Только общались, дружили. Я думаю, господи, ну когда же она уйдет? Мне надо сцеживаться, мне надо ребенка кормить. Настя плачет, мне надо покормить, мне надо все это, мне надо пойти, мне надо обработать рану, мне надо ей пупочек обработать. А он сидит, и он как пришел утром, он сидел до десяти вечера. Двенадцать часов он у меня просидел и все время мне говорил, что какое счастье, что ты родила. И вот, наверное, могло бы быть и у нас такое. То есть он какой-то был очень одинокий, и он не хотел от меня уходить, а я хотела, чтобы он ушел, потому что я... Вот смотри, тоже два творческих человека. Вот тоже два творческих человека. Тем не менее, зарождались эти чувства. Ирина Цивина. Встречаем в нашей студии еще одна подруга Ирины Грибульной. Ирочка, это такая красивая. Ирочка, моя любимая, какая у нас сегодня компания. Как давно вы знакомы? Ой, столько не живут. Но с того периода или еще раньше? Мы знакомы чуть меньше тридцати лет. Мы-то сегодня, знаете, о чем говорим? Про женское счастье Ирины Грибулиной, которая талантливая. Да, девочка вундеркинд. Может быть, вот на мой взгляд, то, о чем мы с тобой говорили, а вдруг это есть некоторая расплата за наш талант. Когда себе человеку очень дается много, а этот человек в пять лет стал сочинять эту музыку. Мама, гениальная мама, увидела, прочувствовала и помогла состояться тебе, разрушив свою семейную жизнь. И потом эта девочка, которая покорила все наши круги творческие. Ведь эта девчонка заходила, играла, и все не понимали, откуда эта музыка такая. Солнечная музыка. Ты солнечная девочка была. Может быть, за это расплата? Понимаешь, вот ты так бежишь по этой жизни. Тут этот, тут, тут побил, тут этот итальянец обманул. Понимаешь, вот мне нравится, что ты сохранила себя, что ты все равно улыбаешься. Это редкое качество. Не оглобиться, правда? А знаете, почему, мне так кажется, поскольку, извините, я по второму образованию психолог, клинический, мне так кажется, недодает. Кому? Мы все обвиняем мужчин, она ведь вся в творчестве, она вся в этой музыке, она ведь вся в этих заботах о профессии. Она им недодает. Самое ужасное, что им передавала. Им кажется, что она им передает, как она говорит. Она недодает. Я на этот момент, Ира, весь ужас, что я на этот момент вообще отходила даже от творчества на какие-то месяцы. Ну, ты, тем не менее, писала такие песни, которые помогали тебе компенсировать свою боль. И тексты, музыку. Я за ночь могу аранжировку сделать. Я мюзикл один из своих последних у Проханова. А он, может быть, хочет эту ночь провести с ней. А она музыку... Так я три минуты написала, а потом вместе с ним. Давайте послушаем нашу замечательную Иришу. Вот это первая песня года. В тихом городе далеком, где ромашковое детство, Колокольчиком звенела, где река у ног плыла. Там девчонки и мальчишки, те, что жили по соседству, Но до мной всегда смеялись, не до трога я была. Не до трога, не до трога, все меня отразили в детстве. Не до трога, не до трога, до сих пор не стоит. Песня живет до сих пор. Но я хотела вернуть нас на землю. Эммануил сказал, что все-таки мужчины тебя недооценивали. Ты любишь сюрпризы? Да. Ну вот сейчас в студии появится сюрприз. Не пугай меня. Не пугаю. Со мной же все не страшно. Мужчина, который тебя любит последние годы. Долгие годы. Он даже сказал, что вот он не может сказать, сколько лет он тебя любит. Сергей Богатский в нашей студии. Вау! Он же в Красноярске живет. А вот так вот. Сережа! Мэрэн! Фейсбуке. Фейсбуке, по-моему. Вот это правда подарок. Ребята, это правда. Такой мой друг. Это Сережка, как... А это моя подруга. Сергей, я, конечно, потрясена. Сергей, рассказывайте. Ой. Тут и я могу рассказать. Это уже лет 30. Значит, сколько лет? Ты знаешь, я тебе скажу, наверное, больше. Дай один раз поговорить мужчине. Ира, ты нельзя столько поклонницей думать. Комсомол. Партия Ленин. Катэк. Стройка комсомольская. Это вообще неплохо. Радиостанция «Юность». С большим десантом. Приехала в Красноярск. Я с ними работал. Я их таскал по Красноярску. Я их сопровождал на концерты. Их было много, этих концертов. В итоге мы с Гайбулиной задружились. Она мне дала свой адрес. Я был у нее в Тушино. Ну, а потом меня забрали в армию. И мы потерялись. Потерялись лет на 20. А потом в Майами. Смотри, еду я с Настей. Там был такой круиз. Карибские острова. Майами. Я не знаю. Короче говоря, там огромный... Круиз по Карибам. По Карибам. И ребенку маленькому. Я же ей отдавала все. Все круизы. Дунай. Вспомни, сколько я... Я ее вечно с детства всюду таскала. И едем, прилетаем мы в Майами. У нас теплоход отходит. Огромный Voyager. 17 этажей. Там просто город внутри. И он отходит из Майами. И за мной стоит дядька какой-то в очереди. Все время он что-то... Мне пытается как-то меня... А я типа мужчина. Возвращение. Здесь не стояло. А оказывается, что это Сережа. А мы с ним не виделись 20 лет. И встретились там. Он тоже поехал в этот круиз на этом же Voyager. Вот как? Случайно. Я-то тогда подошел и сказал, Ирина Евгеньевна, Вы меня, конечно, не узнаете, Ромик. Нет. А он был тогда с волосами, а то пришел без волос. Лысый. А я напомню, лет 20 назад. А я его не узнала. Бла-бла-бла. Вы мне еще орешки привозили. Я говорю, привозил. Хорошо, вы мне чемодан сейчас донесете. И вот с тех пор вообще... Сережа даже 5 лет жил в Москве. Он здесь открыл филиал. Он сейчас хозяин и руководитель очень крупной, туристской. Он у нас филолог по образованию. Не очень крупной. Ну, хорошо. Не очень крупной туристской компанией. Оказывается, правильно говорить туристской, а не туристической. И он даже 5 лет здесь жил, помогал мне. Он делает невероятные для меня вещи. Он мой архивариус. Он выкупает за свои деньги мои видео из частных коллекций, старые виниловые пластинки, которых нет. Он их цифрует, эти записи. Некоторая песня, она говорит, это не моя песня. Я говорю, это не моя. А он говорит, как не твоя? Я говорю, я не помню. У меня больше 4 тысяч песен. Я на этом уже перестала считать. Понимаешь? У нас так. У Сережки там взлебный есть. Он парень-то не бедный. У него машина роскошная. У него фирма, у него квартира. И он там купил много земель. Так. Вот. Я... Я, например, на свой день рождения 29 сентября, который будет, я лечу к Сереже уже, я вам открою тайну. Может быть, надо уже решиться на что-то. Это будет концерт в Красноярске. Я предлагаю сейчас позвать. Что, пожениться прямо сейчас? Давай, при свидетеле. При свидетеле. А сейчас, Ирочка, к нам присоединится твоя дочь. Хотя... После рекламы. Программа «Зеркало для героя». Сегодня в «Зеркало» смотрит Ирина Гребовна. Наконец-то я хочу пригласить Настю в нашу студию. Моя доченька. Она сидела, моя девочка, любимая. Моя доченька. Она прямо с учебы. Значит, мы... Майя, Майя, иди, Мать, поцелуй. Давайте там потеснитесь, потеснитесь. Или ко мне, Настя. Моя лапочка. Давайте мы потеснитесь. Скажи мне, пожалуйста, подходят друг к другу эти люди? Я хочу отметить, что... Настя мне сказала, когда была маленькая, вырасту, выйду замуж за Богатского. Нет, видите, я, будучи даже ребенком, я уже понимала, что Сережа замечательный человек. И он уже, между прочим, маме сделал предложение. Да. Поэтому, я думаю, не только я уже жду, что вы, наконец-то, поженитесь. Но, просто... На самом деле, мне кажется... Торопим события. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Вот. В общем, моя мама, мне кажется, до сих пор считает, что я маленький ребенок. То есть у нее в голове некая картина, что я маленький эгоистичный ребенок, который не хочет ее делить с мужчиной. И когда я была действительно... Такой? Ребенком, да. Я действительно, как, в принципе, и любая девочка, она хочет только, чтобы мамина любовь, она только ей была. Сейчас, мама, я хочу сказать не только тебе, но и всем, кто нас смотрит, что я хочу, чтобы ты нашла себе мужчину. Она хочет, чтобы я вообще спикну. Нет, потому что... Безусловно, безусловно... Она хочет, чтобы я уехала в Красноярск. Нет, неправда. Она останется жить в моей трехомпе. Да неправда, здесь дело не в корыстных целях. Дело не в корыстных целях. Дай послушать ребенка, мама. Хочу отметить, что какой бы женщина сильной, самодостаточной не была, в первую очередь она женщина, которой нужен мужчина, которой нужна мужская забота. И поэтому, мама, все, хватит тут строить из себя, что я, 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 я. И давай выходи замуж за богатикого. Все, хватит. Ну что, я вам хочу сказать, что, может быть, мы и прокатимся. На свадьбу. Может быть. Это все от вас зависит, Сережа. От нас? Нет, если уже отмечать, то в Москве, конечно. Вот именно. Зависит на самом деле от женщины. Женщина всегда говорит «да». Женщина выбирает, и женщина принимает решение. То есть вы падаете на колено перед нами, но мы принимаем решение. Это так. Пустить. Ну, мне, честно говоря, пока только моей Насте, у меня все мои мысли. Я вам честно говорю, что я себе даже внутренний какой-то не обет дала, а какую-то установку запрограммировала, что я должна поднять Настю. Я не могу. Она уже поднялась. Подожди. Только диплом. 19 лет ребенку. Я хочу ее поднять. Я хочу, чтобы она росла не в бесконечных вот этих вот, понимаешь, мельканиях чужих мужиков, а чтобы она росла в красивой, чистой со мной атмосфере семьи, творчества. Если попадется тот, кто будет с нами постоянно. Да, такого не случилось. И я себе сказала, вот когда я Настю подниму, а подниму это не значит, что там совершеннолетние или там 20-19, когда я пойму, что она пошла уже своими ногами в свою профессию, в этот мир. Она же в 15 лет поступила в ГИТИС, она в этом году, в мае его заканчивает. Понимаешь? И я тогда увижу, что она в театре, в кино, что она, потому что она фанатично любит свою профессию, она потрясающе поет, она уже снималась в кино. И поэтому я должна увидеть, что мой ребенок стоит на своем пути, на своих ногах. Тогда я начну заниматься собой. Я могу в Красноярск поездить. Понимаешь? В определенном степени какая-то такая жертва приносится, да? В определенном степени, да. Оценят ли это дети? Никогда не оценят. А мы не для того делаем вообще добро. Наверное, наверное. А с другой стороны, это ширма, за которой ты прячешься, потому что, мне так кажется, потому что ты такой человек, Ир, когда у тебя рядом вот пройдет мимо что-то, и тебя действительно это зацепит, то я тебя уверяю, я просто знаю. Конечно. Она бросит все и скажет, Настюша, ты выросла, дорогая. Значит, если ты пока не хочешь об этом говорить вот так, в такой нашей теплой, доброй компании, может быть, ты перед зеркалом сама себе скажешь какие-то такие самые заветные слова. Пошли? Пошли. Может быть, мы поймем, в чем твои сомнения истины, в чем твой страх, почему ты не решаешься вот на этот брак. Я тебе сейчас оставляю, погаснет свет, ты увидишь себя в зеркало, сосредоточься, только сама к себе, не к людям, не в воздух, а сама к себе. Прям так можешь говорить, Ириша, и так далее. Так и скажу. Ириша, я очень хочу, чтобы ты открыла свое сердце самой себе, чтобы ты немножечко меньше начала думать о всех окружающих. И вот этот огромный список любви ко всему, что есть вокруг тебя, включила себя. И то, что ты сейчас прячешь в себе, ты должна убрать, потому что действительно бесконечная жертвенность и бесконечное желание быть полезной всем в итоге где-то немножко саморазрушительно. Поэтому, моя дорогая, подумай о том, что ты прекрасна, ты молода, у тебя все впереди. Чуть-чуть люби ту жизнь, которая открывается для тебя. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова